ACB 51, Калифорния, Алишандро Фементел против Кристоса Гиагаса. Легкая весовая категория и поединок начинается. Сопоставимое количество боев и сопоставим рост, но не сопоставим возраст этих спортсменов. Поэтому опыт против молодости. Да и по большому счету все-таки разные школы. Конечно, это представляют эти бойцы. Так поединок начинается. Очень быстро двигаются спортсмены, присматривается Фементел. Ждет. Единственное поражение в своей карьере потерпел Алишандро Фементел именно нокаутом. Случилось это в 2013 году от Рика Глена. И был он оккутирован в третьем раунде. А помимо этого 15 победных выступлений продемонстрировал. Так что, в общем, боец этот, который привык побеждать. И пока что мы видим, что активно действует Алишандро Фементел. Не боится своего соперника в стойке. Подбирается потихоньку. Ну и один и другой боец контролирует дистанцию сейчас на 100%. Добавляет хай-кик. Очень боится сближения. Ягас пошел вперед, выбрасывает серию в тот же разрыв дистанции. Тактика понятна. Но Ягасу здесь надо любыми способами избегать бартера. То есть, с одной стороны, ему необходимо, получается, действовать активнее в стойке. С другой стороны, ни в коем случае нельзя получить тейкдаун навстречу. Еще одна серия. Большая часть ударов пришлась по воздуху. Пока быстро на руках Ягас. Ну и Алишандро, в свою очередь, вполне мог сделать ставку на то, чтобы, если и порцировать события, то не с начала встречи. Пытается раздергивать Коментел своего соперника. Всячески провоцирует его на атакующие действия. Сейчас хороший джеппел в исполнении бразильца. Большое количество ударов на движение вперед выбрасывает Кристос Ягас. Но все практически они приходятся по воздуху. А вот сейчас Ягас все-таки отреагировал на проход соперника. Но долго ждал две минуты, но ждал Алишандро для того, чтобы в первый свой проход пойти. Но с дистанции и не получилось в итоге перевести в борьбу. Видим, кровотечение под левым глазом есть у бразильца. Вот в этом, наверное, состоит задача Кристоса Ягаса. Заставить соперника потерять самообладание. Заставить его разувериться в том, что, в принципе, он способен перевести этот поединок в борьбу. И постепенно наращивать темп в стойке. Старается встречать Алишандро. Ох, какие хорошие! Через защиту, но очень плотно пробил Ягас. Последний момент левую руку все-таки поднял. Пиментел и не пропустил этот разящий удар. В хорошем темпе проходит встреча. И складывается такое ощущение, что до ошибки бой идет. Кристос Ягас, помимо всего прочего, очень аккуратно использует ноги. Только в каких-то ситуациях, когда он абсолютно уверен, что соперник не сумеет его прихватить. Продолжается бой на встречных курсах. Не отдает инициативу Алишандро Пиментел. Чаще все-таки атакует Кристос Ягас. Вот сейчас очередная его атака. Пришлась мимо цели. Есть размен. И в этом размене, точнее, оказывается, именно Геагас попадает в двойку. Держит удар, пока бразилец. Минута остается до окончания первого раунда. И можем констатировать, что пока что Алишандро Пиментелу, в принципе, даже близко не удалось подобраться. К переводу соперника на настил. Вот сейчас тейкдаун есть. Очень здорово подловил. По диагонали зашел и перевел оппонентов. Подбирается тут же к сетке для того, чтобы подняться Геагас. 50 секунд осталось. Хватит ли этого для проведения дружающего приема? Навряд ли. На Карково я, получается. Только начал отмечать уверенную работу в стойке со стороны Кристоса Геагаса. И вот сразу хороший тейкдаун. Переход на болевой. Форсирует событие Алишандро Пиментел. Понимает он прекрасно, что такого шанса может больше не предоставиться. Классическая позиция для выхода на рычаг локтя. Нужно оторвать руку. Хорошо свой локоть вставил. И сейчас совсем не видим до конца положение ног. Одна нога заправлена, а вторая нет. И здесь не хватает немного контроля. 18 секунд уже меньше. Не хватит времени, скорее всего, Пиментелу для проведения этого технического действия. Кристос Геагаса держит в замке свои руки. И Кристос Геагас понимает, что от этого зависит весь поединок. Звучит гон. И придется заново Алишандро все начинать в этой встрече. Первый раунд, как бы то ни было, Кристос забирает. Интересный бой. С вами смотрим. Видно, что вот этот парень проделал большую работу при подготовке к этой встрече. Именно с таким Алишандро Пиментелом. Ну и на протяжении четырех с половиной минут план на бой Кристоса Геагаса безупречно работал. В итоге все-таки он потерял концентрацию уже на последних секундах. Возможно, уже мысленно находился он на перерыве. И едва не стоило ему это победы. Вернее, поражение в этом поединке. Геагас любит и умеет нокаутировать своих оппонентов. Семь раз ему это удавалось. Отличную серию в середине раунда он выдал и дважды попал в одном эпизоде. Но Алишандро выдержал. Не сломался, не поплыл. В свою очередь, любит и умеет выводить соперников из строя при помощи болевых и удушающих приемов Алишандро Пиментел. Из девяти досрочных побед приемами шесть он одержал треугольниками. Пару раз выигрывал гильотиной. Один раз с рычагом локтя. Но вот как раз с рычагом локтя мы видели в его исполнении уже на последних секундах первого раунда. Ну, понятно, что арсенал у этого бразильца в борьбе просто колоссальный. Ведет встречу во втором раунде, пока крестатся. Центр не занимает. Готов взорваться в любую секунду. Есть попадание через руку. Как раз кажется, что именно в длине, рычагах немного ягод уступает. Хотя по статистике мы видели, что там трагически никакого преимущества нет. Ну, просто он более искушен именно в боксерской технике. Лучше чувствует дистанцию. Немного лучше двигается. Быстрее, как Алексеевы отмечали, у него руки. И, в общем, за счет этих факторов, если бы не последние 30 секунд первого раунда, то можно было бы сказать, что в одну калитку прошла первая пятиминутка в пользу Гиагаса. Через две попадания в область печени в исполнении Кристоса. Так, калифорниец работает в хорошем темпе. Продолжает набирать весты. А, соответственно, Пиментел ждет момента. Ждет секундной расслабленности от соперника, где должно бы перевести. Болеет за него в зал. Естественно, турнир проходит так, как в Калифорнии. Все чаще и чаще серийно включается Гиагас. И совсем скоро уже предстоит в очередной раз проверить навык защиты от тейкдауна своего оппонента, Александр Пиментелу. Ну и не так много в стоке Кристос сделал. Да, попытка состоялась. Не увеличался успехом. И, похоже, у Гиагаса есть своя личная группа поддержки, которую сейчас очень хорошо слышно. Миддлгек по защите. Вот Бразильца. Есть несколько штатов США, которые можно назвать культовыми для смешанных единоборств. Помимо Калифорнии, это, безусловно, Флорида, где базируются одни из сильнейших команд в мире, такие как Black Zillions и American Top Team. Также это Альбукерке и штат Нью-Мехико, где базируется Академия Грега Джексона. В общем, Калифорния... Вы перечислили остальные три места. Да, да. И здесь, в общем, в Калифорнии, к чему я это все говорю, то, что у каждого бойца, безусловно, есть своя группа поддержки, его личные фанаты, его друзья, и, как минимум, это его товарищ по залу, который приходит поддержать. И, конечно, любая организация, в том числе и Сибири, приезжая в Калифорнию, может рассчитывать на определенную болельщинскую поддержку. Тем не менее, характер встречи пока не меняется. И, безусловно, Пиментеллу необходимо совершить один удачный тейкдаун. Ей здорово сейчас попал левым прямым Кристос Гиагас. Но уже отходил Пиментеллу, и особо вложиться в этот удар не получилось. Неподготовленный проход в ноги все видит Гиагас. Вновь боковым цепляет соперника Кристос. Но в первом раунде тоже все выглядело достаточно безнадежно для Пиментелла. Посмотрим, сумеет ли он забрать концовку. Но возрастной Бразилиц все-таки замедляется. Замедляется по ходу этой встречи, чего мы не можем сказать о Кристосе Гиагасе. Этот темп его вполне устраивает. Еще на попадание через руку справа. Пока спартанец лучше, чем блоха. И действительно, Пиментелл не соответствует своему прозвищу. Он не включает ноги и не здорово двигается. Однозначно колено навстречу. Посмотрим, достигли этот удар цели. И включается сейчас Кристос Гиагас. Но в борьбу не идет. Сохранил самообладание. Понимает, что опасность там очень серьезная. Даже от уставшего Алишандра исходит. 30 секунд до конца второго раунда. Который чистую Гиагас забирает. Последние секунды. Пятиминутки. Очень сильно замедлился Алишандр и Пиментелл. Очередная серия от Гиагаса. Но на сей раз Пиментелл все видел. Последние секунды вряд ли уже есть смысл сейчас пытаться провести очередной тейкдаун. Вертушка мимо и второй раунд позади. Опустились руки полностью уже у Алишандры. И при этом он, повторюсь, не включает свои ноги. Скорость ему необходима как воздух в третьем раунде. Без нее не получится ничего сделать. Плюс ко всему нужно искать какие-то резервы энергетические. Для того, чтобы совершать эти переводы в стойке. Пиментелл выглядит явно хуже. Смотрим еще раз. За опасными моментами куев было предостаточно во втором раунде. У Пиментелла есть только один шанс. Привести болевой или удушающий прием в этой встрече. И, безусловно, им он постарается воспользоваться. Все готово к началу третьего, заключительного отрезка. Приветствуют друг друга спортсмена и поединок продолжается. Но Кристосу Гиагасу просто надо продолжать действовать в том же духе, в каком он выступал на протяжении второго раунда. Очень аккуратно работать в стойке. Предпочтение отдавать именно боксерской технике. Ноги используются, в общем, только в каких-то исключительных случаях. Ну и посмотрим, сумеет ли Александр Пиментелл все-таки осуществить перевод в борьбу. Желательно. Чем раньше, тем лучше причем. Потому что именно от этого зависит, сумеет ли он поддержать победу в этом поединке. Пока что, скажем так, у него был один шанс. И то на последней минуте первого раунда. И этот шанс Александр использовать не сумел. Секунданты Кристоса явно внесли определенные коррективы. И он действительно не прочь поработать вторым номером. Как вы отметили. Хороший правый по корпусу от Гиагаса. И на средней дистанции. Причем такое ощущение, что как-то проваливается, что ли, Кристос Гиагаса, когда начинается вот этот размен на средний. Сейчас два тяжелых попадания. Вкладывается уже в каждый свой следующий удар Гиагас. И главное, чтобы эта уверенность не перераста в самую уверенность. Но Александр продолжает свою работу хитрить. Вот еще один проход. Не скрывает. И на выходе пропускает он карту, что много. Но мне показалось, что только лишь один удар достиг цели. В любом случае тяжело приходится Александре Бементелу. Хороший сейчас был проход. Казалось бы, уже изучил полностью Гиагас своего соперника. Но причем в самбийском в таком стиле сейчас провел бросок. Да, Александре пошел вперед ногой. Прихватил соперника. И добился таки своего. И теперь, в отличие от первого раунда, у него времени предостаточно для того, чтобы продемонстрировать свои джитцерские навыки. Но желает он освободить свою правую ногу. Вот сейчас получается заходит в гард. И, естественно, для джитцера это атакующая позиция. Старается он обойти, но сил-то уже не так много. А перед Гиагасом стоит сейчас вопрос очень просто. Пролежать. Продержаться две с половиной минуты против чемпиона мира по бразильскому джиу-джитцу. В партере. Причем из-за оборонительной позиции. Кто-то скажет, что просто. И гильотина. Хородный прием для Александре Бементелу. Хороший плотный захват. Идеальный классический контроль. И здесь очень многое зависит от того, да, продета сейчас рука под подбородком Гиагаса. И помогает себе как раз спартанец рукой для того, чтобы дышать. Подбородком не получается. Вырывается. Уже, опять же, и тело скользкое не получилось. Пытается забросить треугольник. Есть время. Но посмотрим, какие шахматы предложит сейчас Бементел Гиагасу. Гиагасу сейчас просто можно полежать на сопернике, отдохнуть и дождаться, когда рэпери поднимет бойцов в стойку. Ну а Александре Бементелло пытается, ну, как можно более эффективно использовать оставшиеся полторы минуты. Сейчас пытается выйти на треугольник. Может быть, какую-то и плату увидим. Вернее, попытку хотя бы проведения этого приема очень редко. В мире ММА такое происходит. Приближаются спортсмены к сетке. Не удается Бементелло отбросить. Еще одна попытка набросить треугольник. Не увенчалась успехом. Все видит минута. Последняя этого поединка уже стартовала. Калдует то слева, то справа. Александра готов даже отдать спину. Но, в общем, проигрывает все-таки этот бой Александр Бементел. Молодец, большущий, просто умница Кристос Гиагас. Нельзя ведь сказать, что у Бементелла не было шансов. Шансы были. И, мало того, за три минуты до окончания боя он осуществил тейкдаун. И была у него отличная позиция для того, чтобы... Вот еще один тейкдаун. Сейчас на уже остается очень мало времени. Из последних сил бросается в атаку Бементелл. Нашел еще резервы в себе. Александра выбрасывает большое количество ударов. Здесь может не хватить времени. Да, концовка очень ярко. Александра забирает. Набрасывает удары с большого расстояния, с большой высоты. Но звучит гон. И поднимает руки. Да, это психология. И именно так старается сейчас уже воздействовать бразилец. Но все-таки суммарно Гиагас проделал большую работу в этой встрече. Один из самых ярких поединков в турнире Айси Би-51 мы сейчас с вами посмотрели. Великолепную концовку выдал Александр Бементелл. Третий раунд совершенно точно отдадут судьи ему. Второй раунд и первый, скорее всего, за Кристосом Гиагасом. Ну и одного и другого, безусловно, хотелось бы еще не раз увидеть в рамках КСБ, безусловно. Но учитывая то, что эта лига продвигается и в плане джиу-джитсу тот же, планируется около шести турниров по этому виду спорта, то этот человек, Александр Пементелл, безусловно, здесь лишним не будет. Много пропустил в концовке Кристос, но сдюжил. Так же, как и сдюжил Александр в первом раунде. И после второго раунда выглядело все совсем безнадежно для Пементелла. И кто бы мог подумать, что вот поединок закончится вот так, под аккомпанемент ударов Бразильца. В любом случае, оба показали себя настоящими воинами. Оба сражались до конца. Ну и слушаем судейский вердикт. Ну, есть очень маленькая вероятность, что если Пементеллу отдадут победу в третьем раунде с отсчетом 10-8, то будет ничья. Но вообще, скорее всего, все-таки 2-1 по раундам и победа Кристоса Гиагаса. Слушаем. Судейское решение, судя по всему, готово. Спортсмены в центре клетки. В тенокласном решении победа достается Кристосу Гиагасу. С разным счетом поставили студент. Да, причем один из судей поставил Гиагасу 3-0 по раунду.